Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите... Инспекция в Горицыне. Андрей Иванов проверил работу почтового отделения, которое открылось в мае 22-го года после ремонта. Парты героя. В Маловеземской школе провели мероприятие в память об участнике СВО. Салют победе. Одинцовская делегация патриотической эстафеты вернулась из города героя Мурманска. Историческое образование молодежи. Выставка, посвященная князю Александру Невскому, открылась в Одинцовском кампусе МГИМО. И состязание для всех. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. 17 мая 1861 года на лекции в Лондонском колледже впервые публично продемонстрировали цветную фотографию, сделанную по методу шотландского физика Джеймса Максвелла. На изображении был бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Это первое в истории достоверное цветное фото, полученное Максвеллом по методу тройной экспозиции. Чем еще примечателен сегодняшний день, смотрите в нашей следующей рубрике. 17 мая 1988 года во время земляных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот, военные строители нашли серебряные украшения и гривны слитки киевского, новгородского и черниговского типов. Находка состояла более чем из 300 предметов и получила широкую известность как Большой Кремлевский клад. После осмотра специалисты датировали украшения концом XII-го, началом XIII века. Это изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи скандинавской и восточной работы, весьма интересные и дорогие для того периода времени. Находки стали свидетельством того, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле. 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества. Это профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров и людей, занятых в сфере информационных технологий. Также сегодня отмечается День Конституции Норвегии. 17 мая в Алма-Ате Казахской СССР родился президент Казахстана Касым Жамарт Камелевич Такаев. В 1970 году после окончания средней школы он отправился в Москву, поступил в МГИМО и уже на пятом курсе института проходил стажировку-практику в посольстве СССР в Китае. Окончание МГИМО, по сути, и предопределило будущую его карьеру. Также в этот день родился актер и сценарист Сергей Ершов и актер Станислав Дужников. И к новостям округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал почтовое отделение в Голицыне. Ранее здесь проходили ремонтные работы, а в мае 2022 года отделение вновь открылось для посетителей. На данный момент оно обслуживает 10 тысяч человек. Екатерина Крамер расскажет подробнее. На нашу почту приходят со всей округи. В прошлом году отделение почтовой связи на улице Советской, 52, в Голицыне еще было в ремонте. Теперь здесь светлые и комфортные помещения и удобная навигация для жителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел обновленное отделение, на обслуживании которого находятся 10 тысяч человек и 15 организаций. Насколько я понял, основной это, конечно, посоль. Да, посоль. Зачем сюда приходят? Все товары, доставки. Нужно играть. После ремонта обновилась клиентская зона, помещение для внутренней работы, персонала и входная группа. Коллектив отделения остался прежним. И сотрудники также с душой подходят к делу. Сами звонят получателям посылок и приглашают на выдачу. Отделение связи третьего класса. Два операционных окна по обслуживанию населения. Три доставочных участка по обслуживанию населения на дому. Работают почтальонные. Качество работы отделения связи оценивается как хорошее. Для удобства жителей здесь расположен банкомат. Есть пункты приема и выдачи товаров в нескольких интернет-магазинов. После ремонта почтовый офис стал современной площадкой для посетителей и комфортным местом работы для его сотрудников. В Маловеземской школе в память об участнике СВО Денисе Никитине открыли парту героя. Он учился в этой школе и окончил ее в 2012 году. В рамках патриотического проекта такие парты появляются в разных школах округа. Репортаж Полины Баховой. Когда видишь мать, склоняющуюся над фото сына, невозможно сдержать слез. Денис Никитин, выпускник Маловеземской школы, добровольцем ушел защищать новые территории России и погиб при исполнении воинского долга в Луганской области. Награжден орденом «Мужество посмертно». Теперь в его родной школе в рамках партийного проекта «Единая Россия» будет стоять именная парта героя. Сегодня каждый ребенок смог прочувствовать то, что он должен быть сопричастен этому подвигу, что он может сам оказаться перед выбором – совершить подвиг или остаться в стороне. Может быть, поэтому, когда мероприятие закончилось, никто из детей не готов был уйти с этого мероприятия. Они долго стояли, абсолютно молча, и обдумывали каждое слово с каждого здесь сегодня. Он был веселым, смелым и честным мальчиком, вспоминают его учителя. Так он проявил себя и на службе. Самоотверженно и мужественно защищал родину, родных, близких и друзей. Его называли душой компанией. Он готов был броситься ночью помогать другу, не задумываясь, насколько для него это будет сложно. Его очень любили все. И, может быть, поэтому сегодняшний день не просто тяжелый, но он еще и очень светлый, потому что это память о очень светлом, добром и хорошем человеке. На парте располагается фотография Дениса, написанная его краткая биография и боевые заслуги. У ребят это вызывает особый отклик, особые эмоции. Человек просто еще бы жил и жил, а ради нас он закрыл собой всех. И это очень большой подвиг с его стороны. Он не испугался, он просто закрыл собой. И благодаря этому мы сейчас тут все находимся. Теперь за этой партой станут сидеть лучшие ученики. Ребята, хочу попросить, чтобы они всем о нем рассказали и всегда помнят, что в вашей школе учился такой замечательный человек. Такие парты героев также хранят память о славных подвигах наших земляков в Лесногородской и Горковской школах. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. И к новостям региона. Московский областной центр крови открыл онлайн-запись для доноров. Оформить ее можно на сайте центра, предварительно пройдя регистрацию. Доступные места формируются на основании потребности в компонентах крови. Пока онлайн-запись открыта только на сдачу тромбоцитов. Записаться на сдачу плазмы можно с 11 до 13 часов в будни по телефону 8-495-304-02-06. С другими новостями региона вы познакомитесь в нашей следующей рубрике. Жители Подмосковья продолжают выбирать общественные территории для благоустройства в следующем году. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на голосование вынесено 248 объектов в 56 городских округах. Отдать свой голос можно двумя способами. Онлайн на сайте голосования с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» либо с помощью волонтеров, сопровождающих проект. Масштабный проект формирования комфортной городской среды реализуется в Подмосковье с 2017 года. За это время в регионе уже благоустроили 420 общественных территорий. В следующем планируется преобразить еще 60. Голосование продлится до 31 мая. В регионе начался новый сезон борьбы с борщевиком Сосновского. В мобильном приложении проверки Подмосковья под контроль взяты более 11 участков, где он растет. Борщевик Сосновского быстро разрастается и представляют угрозу для сельского хозяйства и естественных экосистем. В 2023 году в Подмосковье от этого сорняка обработают территории площадью более чем в 20 тысяч гектар. В план работ включат участки, о которых жители сообщают на портал Добродел. В Подмосковье с начала года выявлено более 3000 нарушителей правил перехода через железнодорожные пути. Нарушения зафиксированы с помощью камер с функцией распознавания лиц и в ходе рейдов на железнодорожных станциях и пешеходных переходах. Сейчас в регионе камерами оборудовано 16 станций, что позитивно влияет на соблюдение правил перехода путей и позволяет значительно сократить случаи травмирования на железной дороге. Несмотря на это, с начала года зафиксировано более 65 случаев с летальным исходом. 32 из них произошли на переходах через пути. Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и не отвлекаться на телефон. Одинцовская делегация патриотической эстафеты «Салют Победе» вернулась из столицы Северного флота Мурманска. В рамках девятого этапа посетили святые места военной истории города-героя. Привезли с холодного Кольского полуострова не по северному теплые эмоции и впечатления. В город-герой Мурманск в девятый раз здесь от памятника Жукову отправляется делегация патриотической эстафеты «Салют Победе». Члены активного долголетия, представители культуры, образования, медицины, ЖКХ, спорта – 58 человек отправились в город за полярным кругом, чтобы доставить символы девятого этапа эстафеты. Проводить делегацию пришел коллектив молодежного театра «Крылья». Мы сегодня с вами не едем, мы не будем с вами в Мурманске, но поверьте, что когда вы туда прибудете, знайте, наши крылья всегда вместе с вами. Патриотические символы доставили к самому центру воинской славы города – памятнику защитникам Заполярья. У монумента солдату, которого мурманчане ласково называют Алеша, возложили цветы, рассказали жителям, как трепетно в Одинцовском округе относятся к истории городов-героев. Делаем свои экспозиции, свои подводные лодки, свои ледоколы Ленины. Поэтому в каждом садике, в каждой школе мы уже знаем, что у нас есть замечательный город-герой Мурманск, есть герои города Мурманска, и здесь замечательные люди. Именно настоящие патриоты смогли отстоять родной город в те страшные дни. 21 июня 1941 года была суббота, теплый солнечный день. Улицы города полны нарядных гуляющих людей. Утром всех разбудил рев двигателей немецких самолетов. В мирную жизнь Мурманска ворвалась война. С первых же ее дней он стал прифронтовым. Не сумев захватить город на суше, его стали разрушать с воздуха. За годы Великой Отечественной здесь было сброшено 185 тысяч бомб. Город почти полностью был сожжен, но не сломлен. Низкий поклон за это его защитникам. Благодаря их самоотверженности и безграничной любви к своей родной земле, действительно, мы сейчас имеем возможность жить в своей стране. Жить в стране сильной, мощной, уверенной, независимой. Для жителей Мурманска гости подготовили незабываемую концертную программу. Впервые оркестром Северного флота руководил Андрей Балин, дирижер Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. Музыкальные композиции и выступления коллектива в двух городах никого не оставили равнодушным и положили начало творческому союзу. Главное, что очень много есть программы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, где оркестр военный должен исполнять соответствующую музыку. И мне будет приятно, если я еще раз здесь буду. Буду надеяться, что те ростки, которые мы сегодня создали, они дадут сходы. Союз возник не только между двумя творческими коллективами. Патриотическая эстафета «Салют Победе» сблизила всех. Общая история, подвиг одного народа и память об этом сделала жителей Одинцовского округа и Мурманской области настоящими близкими друзьями. Подробнее о путешествии в город-герой Мурманск смотрите в программе «Специальный репортаж». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Историческое образование молодежи. Выставка, посвященная князю Александру Невскому, открылась в Одинцовском кампусе МГИМО. Состязание для всех. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Про добро. В нашей рубрике расскажем о жителях Одинцова, которые организовали волонтерское движение в помощь участникам спецоперации. Выставка «Святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель русских императоров», открылась в Одинцовском кампусе МГИМО. Подобные программы получили широкую известность не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья. Их по праву считают векторами развития исторического образования молодежи. О выставке подробнее расскажет наш корреспондент. Именно жизнь после смерти, она определяет значение человека для родины. То есть, если его дело не умирает, а живет дальше, то, естественно, он остается в памяти и действует для всего народа. Передвижная стендовая выставка «Святой благоверный князь Александр Невский, небесный покровитель русских императоров», открылась в Одинцовском кампусе МГИМО. Экспозиция создана Фондом Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество и Институтом всеобщей истории РАН при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Вы погрузитесь в мир Александра Невского, вы посмотрите глазами выдающегося полководца, государственного деятеля и дипломата на те события, которые происходили как раз в его эпоху. Его слова, сказанные некогда не в силе Бога, а в правде, были как бы фундаментом, отчетной точкой управления нашим с вами российским государством. «Историю, дорогие мои, надо знать, чтобы не совершать ошибок. История не прощает ошибок. Потому-то само повествование о исторической личности Александра Невского нам всем необходимо изучить и знать». Выставка знакомит посетителей с историей жизненного пути Александра Невского и его почитания представителями Императорского дома Романовых. Рассказывает о том, как ценили великого полководца за многочисленные духовные подвиги, дипломатические заслуги и политические свершения. Святой благоверный князь Александр, которому они всегда во всех случаях жизни, во всех трудных ситуациях своего правления обращались молитвенно. Естественно, ему посвящали храмы, именно ему, Александру Невскому, они посвящали разные благотворительные свои подвиги, так скажем, да, и основания военных училищ, богаделин. Предвижная выставка пользуется популярностью. Ее уже посетили более 30 тысяч человек. Она экспонировалась в Свердловской, Брянской, Тульской и Московской областях. В планах организаторов продолжить экспозицию в вузах Москвы. Мы не должны только развлекать, мы должны воспитывать. И хочешь, не хочешь, молодежь будет проходить, она увидит фотографию, она увидит какой-то заголовок, что-то зацепит, что-то нет, над чем-то они хихикнут, что-то заставят задуматься. И выставка в этом плане сыграет свою роль. Станислав Трифонов, Елена Краева, телекомпания Одинцова. С приходом теплой погоды на ВДНХ открыли новый спортивный сезон. Все желающие могут поиграть в настольный теннис, бадминтон, а любители активного отдыха ждут в клубах по игре в ля-кросс и фризби. В любой день на территории выставки можно организовать матч по мини-футболу, стритболу или баскетболу. Для самостоятельных тренировок открыты воркаут-площадке. О других новостях столицы смотрите далее. В столице открыт прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, организующих конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи в 2023 году. Благодаря поддержке можно будет компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для мероприятий. Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. В городских парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва», где все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Если во время обследования врачи найдут отклонения, пациенты направят на дополнительные анализы и диагностику. Прием пациентов будет проходить без предварительной записи с 8.00 до 20.00, без перерывов и выходных. Обследование займет около часа. При себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС. Виртуальную карту «Тройка» начали тестировать в столичном метро и на МЦК. Такой проездной можно будет выпустить в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Оплата будет проходить с помощью QR-кода, который сканируется на турникете при входе. Тестировать цифровой проездной будут на станциях «Кольцевой» и за Москворецкой линией метро и на Московском центральном кольце. И вновь к новостям округа. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль «Я, ты, он, она» «Вместе целая страна» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поддержали ребят и Одинцовские активисты партии «Единая Россия». Репортаж нашего корреспондента. Прохождение испытаний, стрельба из лука и общение со сверстниками. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Я, ты, он, она» «Вместе целая страна». Депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина, а также Одинцовские активисты «Единой России» поприветствовали юных участников. «Я хочу вам пожелать сегодня провести хороший, замечательный день, посоревноваться, выявить победителей, приготовиться к следующим стартам, ну и растите здоровыми». «Всем хочу пожелать здоровья и прекрасного настроения сегодня. Молодцы». Семь различных испытаний ребята прошли успешно. Всего в квесте приняли участие дети из трех школ – «Надежда», «Гармония» и «Старогородковской школы-интерната». «Ребята сегодня будут проходить интересные испытания, в конце которых каждый из ребят получит медаль, и каждый из них уедет с медалью победителя. Они получат кубки, потом мы подарим прекрасные подарки, у нас будет супер вкусный стол и будет отличное настроение. Я очень рада, что они нашли время, что они приехали со своими родителями». София – воспитанница школы «Гармония». На квест приехала вместе с мамой. В таких спортивных состязаниях девочка принимает участие впервые. «Да, это полезно, потому что именно для аутистов нужна социализация с детьми, общение, команда. Это очень полезно, и Софии очень понравилось». Фестиваль проходит уже в третий раз. Организаторы отмечают, что главной задачей мероприятия неизменно остается организация совместного досуга детей и родителей, а также дальнейшая социализация ребят. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Пожарные десантники Тюменской авиабазы спасли из огня двух лосят. Они бежали от огня и потеряли мать. У малышей незначительные травмы, и они сильно напуганы. Площадь возгорания составила 50 гектар. На борьбу со стихией вышло 15 бойцов Тюменской авиабазы и 8 единиц техники. Причина пожара – человеческий фактор. О других новостях России смотрите далее. Так называемые почтовые дроны планируют запустить в России в 2023 году. Они будут доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступные места. Это позволит снизить стоимость доставки до 200 рублей за посылку. Устройство занимает площадь около 3 квадратных метров и способно работать при температуре от минус 20 до плюс 45 градусов. Его скорость достигает 60 километров в час. Дрон преодолевает расстояние до 15 километров и перевозит до 5 килограммов груза. Управление устройством будет производиться через центр управления полетами. Его прототип уже создан и скоро будет запущен в серийное производство. В Магадане отметили национальный корякский праздник – Кильвей. Это праздник первого олененка и встречи весны. Его начали с традиционного кормления оленя. Его благодарят за помощь долгой зимой и просят о лучшем будущем. Теперь самое главное, чтобы на свет появилось и выжило как можно больше оленят. На празднике оленеводы делятся друг с другом опытом, поют национальные песни и передают культурные традиции подрастающему поколению. И вновь к новостям округа. Жители Одинцова организовали волонтерское движение и теперь делают маскировочные сети для участников спецоперации. В своей работе добровольцы учитывают все пожелания от солдат и получают от них обратную связь. О волонтерах подробнее расскажет Екатерина Крамер в нашей рубрике «Про добро». Анна увидела в одном из местных чатов объявление о том, что требуется помощь участникам спецоперации. В числе необходимых вещей для солдат – маскировочные сети. После этого все свое свободное время она проводит в пункте сбора гумпомощи, плетет сети и помогает другим волонтерам. Ни в коем случае не обесценивал помощь свою, потому что даже 15 минут позволит вплести человеку одну вот такую ленту. И возможно, именно вот эта лента может укрыть одного нашего бойца. Андрей и Денис стояли у истоков создания волонтерского движения. Сейчас в их группе более 50 человек, которые не жалеют своего времени и помогают ежедневно. Началось с того, что соседки забрали близкого родственника в зону СВО. Там поначалу были некоторые проблемы с обеспечением. И на этой волне, чтобы ребятам помочь, кто там, кто ушел, служил, чтобы им и морально, и материально в какой-то степени помочь, организовалась такая группа поддержки наших военных. Процесс изготовления сетей добровольцы четко знают. Сначала из специального материала необходимо сделать раскрученные ленточки. Потом эти ленточки вплетаются в сеточку определенным образом, чтобы она вот так вот пятнышками была. За небольшое время неравнодушным жителям уже удалось вплести и отправить в зону спецоперации шесть маскировочных сетей. Вступить в волонтерские ряды и помочь мобилизованным может каждый. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Северо-западные территории современной России два миллиарда лет назад омывал Свекофенский океан. Причины его исчезновения выяснили российские ученые. В результате движения литосферных плит дно океана ушло на десятки километров в земные недра. Под давлением осадочные породы расплавились, а затем вернулись на поверхность. Так сформировался современный ландшафт Карелии и Скандинавии. О других новостях мира смотрите далее. Два неизвестных полотна нидерландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна обнаружили в Великобритании спустя 200 лет хранения в частной коллекции. Предполагается, что на картинах изображена знакомая художнику семейная пара Ян Вильямс Вандер Плуим и его жена Ябген Карлс. Предки семьи купили полотна в 1824 году на аукционе, с тех пор они хранились в их частной коллекции. Специалисты не сразу поверили в подлинность картин, так как ранее они не были известны искусствоведам и никогда не выставлялись перед публикой. После проведенных экспертиз картины оценили в 5-8 миллионов долларов. Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв. По словам доктора Филиппа Уайзмана из Саундгемптонского университета в Англии, на протяжении года зафиксированная ранее вспышка не привлекала внимания ученых. Но по мере увеличения ее яркости астрономы решили провести дополнительные наблюдения. После установления расстояния до нее в 8 миллиардов световых лет, стало понятно, что этот огненный шар в 100 раз больше Солнечной системы и в 2 триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в 100 раз больше энергии, чем выделит Солнце за 10 миллиардов лет своей жизни. В Великобритании родились первые дети от трех родителей после проведения нового метода искусственного оплодотворения для предотвращения наследования генетических заболеваний. Рождение ребенка с генетическим материалом трех человек стало возможным благодаря появлению нового метода ЭКО, используемого с целью избежания развития ребенка митохондриальных заболеваний в результате наследования поврежденных митохондрий от матери. Такие заболевания могут привести к серьезным нарушениям работы мозга, сердца и печени и зачастую являются причиной ранней смерти. А теперь расскажем о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла, ночью около плюс 15. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Е-магнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20.00, а также в нашем телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции вы можете познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго, удачного рабочего дня. Ну и затем хорошего вечера. До свидания.